Друзья, всем привет! Вы на канале Народный Дообзор, меня зовут Арсений. И сегодня будет очень краткое видео, посвященное тому, как на автомобиле Chery Tiggo 8 Pro, ну и подобных, запустить видео на магнитоле и зачем это нужно. Ну, зачем это нужно, думаю, всем понятно. Конечно, смотреть в дороге видео это нехорошо. Но, тем не менее, такая возможность есть, если, например, где-то в парковке стоить или фоном пустить, рассказываю, что, где и как. Как бы это ни было странно, но нам понадобится флешка. Соответственно, она у меня вставлена во второе гнездо. В первое гнездо у меня вставлен провод для подключения смартфона по Android Auto. Заходим в настройки мультимедиа системы, точнее, в раздел проигрывания мультимедиа, в раздел видео. Здесь у нас есть возможность отображать по папкам, это очень удобно. Ну и, в общем-то говоря, всё. Включаем наше видео и смотрим. Значит, что касается форматов. Я подтвердил работоспособность формата .mkv и .avi. Вот у меня здесь даже есть, сейчас покажу. Нет, не так. Вот, мультфильм для ребёнка на случай важных моментов, да, скажем так. Он как раз в формате .avi. Всё мотает, всё работает. Наверное, она поддерживает и какие-то другие форматы, я пока это не проверял. В настройках системы, вот в настройках системы, в разделе экран, можно отключить функцию отключения видео при движении. Это немножко тавтология, но тем не менее. Если функция включена, то будет стоять блокировка на воспроизведении видео, когда автомобиль, по-моему, набирает скорость выше 15 км в час. Пока я ехал сюда, в Белгородскую область, я фоном слушал сериал, так сказать. Но делал я это, конечно, через смартфон, потому что у меня на головное устройство было выведено изображение навигатора. Но в целом, в целом, если смотреть на навигатор не нужно, можно, конечно, воспроизвести и на головном устройстве. Вещь достаточно прикольная, в дороге скрашивает, скажем так, время коротать, но это действительно опасно. И тут уже вопрос к вашей голове и ответственности. Будете ли вы залипать прямо в этот экран, или просто вы используете это как средство воспроизведения, скажем так, звука. Я, естественно, все время смотрел на дорогу, просто у меня здесь, так сказать, на телефоне это играло. Конечно, в принципе, и на телефоне это удобно, но вопрос в том, что если нужно нажать паузу или там перемотать, или остановить что-то, то на телефоне это делать намного менее удобно, чем на головном устройстве. А так, значит, я определил, что мультимедиа поддерживает видео вплоть до разрешения 2К, если я не ошибаюсь. Ну и все, что ниже, естественно, тоже. Ничего не лагает. Очень удобная функция, что если где-то остановился, ну, на какой-то минуте просмотра заглушил автомобиль, потом садишься в автомобиль, воспроизведение продолжается. Ну и также вполне корректно отрабатывает система переключения на круговой обзор. Давайте сейчас вам покажу. Ну, сейчас заведу автомобиль. Допустим, включим фунтик. Отмотаем его. Да? Так, мы имеем сбежавшего поросенка. И двух лучших сыщиков небольшого ума требует... Вот, машина переключилась на режим кругового обзора. Возвращаем руль. Мы имеем сбежавшего поросенка. То есть из плюсов даже немножко отматывает назад. Ну, если заглушить автомобиль, выйти там и включить, продолжится воспроизведение с этой минуты. Оно продолжится даже если переключиться на режим воспроизведения музыки, либо радио, и потом снова зайти в видео. Ну, а, конечно, если воспроизвести другое видео, то настройка эта сбрасывается. Ну, это вполне логично. Ну, вот такой вот небольшой, даже не обзор, так, а справочная информация может кому-то пригодиться. А на этом у меня пока все. С вами был Народный Добзор. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok